Сегодня мы с вами начинаем наш урок, который направлен на развитие вашего логического внимания. Понять, как устроен компьютер, научиться работать в текстовых и графических редакторах, овладеть навыками информационного моделирования и освоить элементы программирования. Всему этому своих воспитанников обучает Анна Нестерова, учитель информатики Иванковской средней школы. Коллеги называют педагога настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь за всё, что связано с техникой, отвечает именно Анна Павловна. В 2024 году своё мастерство она решила представить на конкурсе «Лучший учитель России» и стала одной из первых. Неудивительно. Победу разделяет с родными, коллегами и учениками. Они поддерживали педагога в трудные часы, даже ночные. У любого педагога времени не хватает ни на что. И нам так хочется, чтобы было не 24 часа в сутки, а хотя бы 25. Особенно я благодарна директору школы Жареновой Галине Валентиновне, а также заместителям директора школы. Это была Лаевой Ольга Владимировна, Зеленцова Анжелика Валерьевна и Сергеева Александра Алексеевича. Они не давали мне падать духом. Давали советы, рекомендации в том или ином критерии конкурса. За что я им говорю? Большое спасибо. Я очень благодарна им за оказанную мне помощь. Скретч – это цифровая среда для детей, которая помогает им познакомиться с принципами программирования. В нем не нужно писать код вручную. Чтобы сделать проект, ребята составляют его из разноцветных графических блоков. Их собирают в последовательность команд по принципу «драк-энд-дроп» – перетаскивание элементов курсором компьютерной мыши. Каждый блок задает команду, например, «Идти 10 шагов» или «Сказать привет». Два урока ученики пятого класса осваивают тонкости этой программы. Сегодня ребята делали праздничную открытку ко Дню Матери. Конечно, я предлагаю вам праздничную, ребята, выбрать, да? А можно тоже взять в качестве сердечка. Сердечко у нас называется «верс». Освоение материала зависит не только от особенностей учеников, но и правильного подхода педагога к каждому из них. С этим Анна Павловна прекрасно справляется, отмечают ее воспитанники. Анна Павловна мне очень нравится как классный руководитель, учитель информатики. Она всегда за всеми следит. Она всегда в курсе, кто болеет, кто не болеет. Она всегда переживает за всех. Надо сказать, что конкурс «Лучший учитель России» организован Министерством просвещения Российской Федерации. От нашего региона победителями стали семь педагогов. Учитель информатики Иванковской средней школы Анна Нестерова подготовила объемное портфолио, в котором отобразила сведения о достижениях в профессиональном росте, методике и форме преподавания. В общем, весь накопленный опыт. Ну, это было для меня очень неожиданно, да, очень волнительно. Итог – это повышение профессионализма учителя. Потому что конкурс, он нес в первую очередь смысловую нагрузку. А именно он мне позволил обобщить и распространить свой накопленный опыт. И поспособствовал моему профессиональному самоопределению и дальнейшему профессиональному развитию. В канун профессионального праздника дня учителя в качестве вознаграждения победители получили по 200 тысяч рублей. Учитель информатики Иванковской средней школы Анна Нестерова уверена, что на этом ее конкурсная деятельность не заканчивается. Спустя некоторое время она вновь покажет свои профессиональные таланты. Но сначала наберется сил и освоит что-то новое и очень интересное. Виктория Семенова, Виталий Узгринкас, телеканал Фурманов ТВ.